Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о безопасности дорожного движения в регионе. Предлагаю поговорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нашей беседе. Игорь Александрович Макушенко, начальник управления Государственной автомобильной инспекцией милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Родился в 1977 году в населенном пункте Азераны Житковичского района Гомельской области. В 1998 году получил высшее образование по специальности правоведения, окончив Академию МВД Республики Беларусь. В 2011 окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 2015 году магистратура Белгута по специальности «Интеллектуальные технологии в управлении техническими системами». Начинал свою служебную деятельность в органах внутренних дел следователем УВД администрации Центрального района Гомеля. С марта 1999 года служил на различных должностях в госавтоинспекции. Прошел путь от рядового инспектора ДПС до заместителя начальника управления Государственной автомобильной инспекции УВД Гомельского облсполкома. С 16 марта 2010 года является главным государственным автомобильным инспектором по Гомельской области. В декабре 2015 года Игорю Макушенко присвоено звание полковника милиции. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Игорь Александрович. Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые телезрители. Игорь Александрович, я хочу поздравить вас и, конечно, всех мужчин, которые стоят на страже мира и правопорядка с Днем Защитников Отечества. И пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, любви к своему делу и, конечно же, поддержки близких людей. Огромное спасибо за такие теплые дружеские слова, за нашим праздником мужским. Мы с вами встречаемся в преддверии уникальной даты. 4 марта будет отмечаться 100 лет белорусской милиции. Скажите, пожалуйста, как гомельские правоохранители готовятся к столь значимому юбилею? Ольга, действительно, юбилей значимый. И все сотрудники органов внутренних дел, не только в Гомельской области, но и всей Республики Беларусь, конечно же, готовились к этому празднику. И в том числе и управление внутренних дел Гомельского госполкома. Главой государства был утвержден медаль 100 год белорусской милиции, которая будет вручаться сотрудникам, которые достигли высоких результатов в работе. И, конечно же, кроме этой медали будут награждены сотрудники почетными грамотами Министерства внутренних дел, управления внутренних дел, ну и, конечно же, различными рода организациями общественными тоже будут на нашем празднике. Кроме этого, была разработана и выпущена памятная монета 100 лет белорусской милиции, которая также будет в среде сотрудников органов внутренних дел и, конечно же, коллекционеров приобретаться. И то же самое это имидж сотрудников органов внутренних дел. Кроме этого, в Жлобине в конце февраля будет открыта памятная доска герою Советского Союза, который работал в Жлобинском РОВД, и который действительно очень много принес, значит, пользы именно в вопросах охраны общественного порядка, ну и в других вопросах. Кроме этого, я как бы наперед уже хочу сказать, что есть задумки именно по инициативе начальника управления внутренних дел Гомельского госполкома генерал-майора милиции Захарчука Владимира Андреевича в городе Гомеле установить памятный знак сотруднику милиции, именно к 100-летию образования белорусской милиции. Этот памятник уже прошел все экспертизы, определено место, и, конечно же, мы вас пригласим для открытия этого памятного знака. Этот памятный знак, он на сегодняшний день, который будет установлен в городе Гомеле, он на территории Республики Беларусь один, никто из других областей как бы не разрабатывал это, ну а мы начинали разработку этой скульптуры вместе с нашими же скульпторами гомельскими еще в августе месяца. Кроме этого, нашими именно коллегами, соорудниками внутренних дел вместе с композиторами были изданы две песни про милицейскую службу, которые также будут презентоваться на мероприятии торжественном, посвященном Дню Беларусской милиции. Конечно же, во всех территориальных органах внутренних дел Гомельской области будут проводиться торжественные мероприятия и каждый руководитель органа внутренних дел также в своем районном центре подготавливался к этим мероприятиям. И, конечно же, основное мероприятие будет проходить это у нас здесь в городе Гомеле 28 числа, где приглашены наши, начальникам управления внутренних дел, приглашены наши коллеги из соседних стран, это из Российской Федерации, из Брянской области, которые также примут участие и выскажут слова благодарности взаимодействия, которые мы делаем общее дело по вопросам раскрытия преступлений, обеспечения охраны общественного порядка, ну и, конечно же, безопасности дорожного движения для наших граждан. Самое главное, конечно же, корреспонденты телерадиокомпании Гомель обязательно будут освещать все значимые мероприятия, и можно будет увидеть репортажи в нашем эфире. О результатах. Приятно, что Беларусь вошла в десятку самых безопасных стран мира. С вероятностью 77% в нашей стране с человеком ничего плохого не случится. Игорь Александрович, как Вы относитесь к подобным заявлениям, к подобным рейтингам? Доверяете ли Вы им или не совсем? В своем мнении, конечно же, я выскажу в части того, что у нас Министерство внутренних дел проводит, ну, каждые полгода опрос общественного мнения. Всех слоев жителей нашей республики и по территориально, и в областных центрах, и выводит так называемый, будем говорить, процент доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел. А доверие сотрудникам, это, конечно же, вот то, что Вы сказали. Это безопасное нахождение на улицах и дорогах нашей области, республики. Могу привести пример тех мероприятий, которые только в 2016 году сотрудники милиции обеспечили. Это праздничные мероприятия, когда наши граждане, да, это выходной день праздничный, все гуляют, ну, а сотрудник органов внутренних дел несет службу, да, тех, до того времени, когда народ просто-напросто уже, да, не разойдется по домам. Я просто приведу пример. Только на территории Гомельской области было проведено более 642 мероприятий, где сотрудники органов внутренних дел обеспечили охрану общественного порядка и спрофилактировали вопросы совершения преступлений. Так вот, на этих 642 праздничных мероприятиях не было допущено совершение преступлений чрезвычайных происшествий, а это благодаря бдительной несению службы сотрудников органов внутренних дел. Ну, вы, наверное, видели, что при проведении больших, крупных, значит, мероприятий сотрудники и органов внутренних дел, и сотрудники госавтоинспекции работают по периметру, осуществляют контроль, чтобы не было, будем говорить, наших граждан, которые, ну, немножко, будем говорить, передозировались, да, и находятся, ну, не в том состоянии, в котором необходимо быть. Кроме этого, если взять вообще присутствие на этих мероприятиях всех сколько граждан, значит, больше двух миллионов граждан присутствовало на этих мероприятиях. Ну, и в целом, те сотрудники, которые несут службу по охране общественного порядка на наших улицах и в сельских населенных пунктах, это достойные сотрудники, это, будем говорить, психологически устойчив к различным разговорам, части того, что есть же и граждане, будем говорить, которые ведут себя неадекватно, то бишь, употребляя спиртными напитками, даже не могут ориентироваться, где они находятся. То бишь, и, конечно же, те совершенные преступления, которые могут быть совершены, сотрудники органов внутренних дел, они профилактируют, и, конечно же, вот этот процент доверия граждан выходит на те плюсы, что мы вошли в десятку безопасных стран. Игорь Александрович, мы, конечно же, провели свой опрос и узнали, насколько в безопасности себя чувствуют гомельчане. Мы считаем, да. Если честно, то они стараются, работают на совесть очень хорошо. Не сталкивались, не знаем даже ответа на этот вопрос. Надеемся, что обеспечивает. Честно говоря, вопрос немножко такой двоякий. С одной стороны, хочется ответить «да», но на 100% я не могу быть уверена в этом. Я не оцениваю, понимаете. Это, мне кажется, должно быть на совести каждого, кто этот долг исполняет. Если каждый, наверное, будет делать свою работу, соответствующую с полной отдачей, то зачем ее оценивать? Я хожу спокойно по улицам и днем, и ночью хожу. Мне ночью несколько раз приходилось идти вот с автобуса пешком. Машины не ходили, а сейчас шел через мост, через железнодорожный вокзал. И прямо то и пошел. Никаких проблем. Ничего не могу сказать. Во всяком случае, ну, нормально пока. По сравнению с многими странами, белорусская милиция довольно-таки нормально работает, но я бы не сказала, что я чувствую полную безопасность. То есть, когда я еду домой поздно ночью, я звоню папе или брату и прошу им к меня встретить. То есть, я не чувствую полной безопасности. Ну, по улицам как бы не страшно ходить. Ну, смотря какое время суток и смотря где. Если где-нибудь на центральных улицах, на освещенных, конечно, не страшно. А если где-нибудь уже в подворотнике как-нибудь темном, уже страшновато. Не знаю, не могу сказать. Ну, возможно, в какой-то мере обеспечивает безопасность милиция наша. Старается что-то делать для людей. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о безопасности. И в первую очередь о безопасности на дорогах. Присоединяйтесь. Мы ждем ваших вопросов и ваших мнений. Игорь Александрович, о таком понятии, как имидж сотрудника ГАИ. Вы уделяете внимание? Ольга, мы особо последние пять лет уделяем внимание непосредственному имиджу Государственной автомобильной инспекции. Мы проводим различного рода мероприятий для того, чтобы, пускай это будет на полпроцента, но это только чтобы повышался имидж. Я просто вам одну цифру назову. 63% граждан нашей области считают, что сотрудники Государственной автомобильной инспекции доверяют им и то, что они удовлетворительно обеспечивают безопасное движение. Да, не 100%. Нам еще необходимо, конечно, все усилия приложить для того, чтобы максимально было это, конечно, до 80%, но лучше всего, конечно, 100%. Есть у нас вопросы не то, что недоверия, а проблемные вопросы по доверию граждан в обеспечении безопасности дорожного движения в Ветковском и Мозырском районе. Мы все силы и усилия на сегодняшний день, это про результаты 2016 года, все силы и в части поднять имидж именно территориальных подразделений ГАИ направили на эти два района. Ну, мы первое начинаем с чего, конечно же, имидж поднимать Государственной инспекции, это идем в школы, там проводим мероприятия, и каждый ребенок, который придет потом домой, он же рассказывает, что вот приходил сегодня милиционер, сотрудник Государственной инспекции, рассказывал про вопросы безопасности дорожного движения. Потом после этого идем в школы, потом идем в учебное заведение, высшее учебное заведение, техникум и тому подобное, а потом в трудовые коллективы. И это все вкупе мы каждый день, каждый час проводим. Конечно же, меры административного воздействия мы тоже применяем для того, чтобы те нарушители, которые неоднократно нарушают право дорожного движения, потому что меры профилактики уже на них не работают. Но вообще, вы, наверное, видите и ту социальную рекламу, которую Государственная инспекция Гомельщины проводит на территории Гомельской области. Это различного рода баннеры и растяжки, и буклеты, и тому подобное. Буквально мы вчера, наш вопрос детского дорожного трансмотравматизма, это тоже поднятие имиджа Государственной инспекции, рассматривался в областном исполнительном комитете при нашем губернаторе Владимире Андреевиче Дворнике. И те результаты, которые мы доложили нашему губернатору, это сокращение за последние 10 лет на 53% уровень аварийности с детским дорожным трансмотравматизмом, он одобрил и сказал продолжать в таком же направлении. И чем необходимо в части со стороны органов власти помочь, мы всегда, у нас двери открыты. Конечно же, мы внесли свои предложения в части освещения уличной дорожной сети вблизи школ. Это тоже поднятие имиджа Государственной инспекции. Кроме этого, те вопросы, которые мы и сейчас освещаем в средствах массовой информации, прямо на этой телепрограмме, это тоже повышение имиджа Государственной инспекции. Ну а, конечно, та работа, которая проводится среди личного состава, недаром министр внутренних дел, этот год объявил годом профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Мы каждый день работаем над уровнем профессиональной подготовки. Как сотрудник Государственной инспекции ведет разговор с нарушителем? Независимо он нарушил правила дорожного движения или он просто сотрудник Государственной инспекции остановил его проверить документы в соответствии с правилами дорожного движения? Как он в форме на будировании одет? И, конечно же, какое транспортное средство, в каком техническом состоянии, служебное имя. Любые вопросы, связанные с сотрудником органов внутренних дел, сотрудником Государственной инспекции, люди обращают. Потому что, въезжая на территорию Республики Беларусь, гражданин, иностранный гражданин, он в первую очередь с кем встречается? С сотрудником Государственной инспекции. И какое мнение сложится о сотруднике Государственной инспекции, оно в целом сложится и мнение о сотрудниках Министерства внутренних дел, в целом о Республике. То есть мы встречаем первые с водителями и делаем это же тоже повышение имиджа. Игорь Александрович, сейчас давайте узнаем, что же волнует нашего телезрителя. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы уже в эфире. Пожалуйста, не прерывайтесь. Ваш вопрос. Алло. Либо технические неполадки, либо... Михаил? Либо дозвонившийся отошел. Алло. Алло, алло. Слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Меня интересует вопрос такого плана. Вернее, два вопроса. Меня зовут Михаил. Первый вопрос – это регулируемое дорожное движение со стороны Жукова в сторону Нореческий проспект. Михаил, пожалуйста, не прерывайтесь и не слушайте себя по телевизору. Значит, вопрос такой. Поворот налево запрещен. Уже давно. Но было поставлено два светофора. Возле ГОМИ «Облавтотранса» и возле ДК «Фестивальный». Не кажется ли вам, что этот... Ну, первый вопрос. Очень часто там сотрудники ГАИ именно этот поворот используют в качестве уловки, чтобы взять штраф. И мне кажется, что вот этот левый поворот изжил себя, потому что никакой опасности он не представляет. Очень широкая улица Жукова, чтобы не мешать правому повороту. И налево поворот, когда и там, и там светофор работает, никакой опасности не представляет. Вы поняли ваше мнение. А ваш второй вопрос? Второй вопрос. Я проживаю на улице Космической. Очень часто в сторону въезда... Очень часто в сторону... Въезд в воинскую часть. По-моему, 52-25. Возможно ли как-то решить с командиром части, чтобы машины не парковали здесь в лесу, во дворе, мешая и проходу, и проезду, а их запускали на стоянку в воинскую часть, потому что там очень большая стоянка, и хватает места, потому что места машинам. Очень часто и пограничники, и сотрудники ГАИ, и различные воинские структуры, ну, милицейские структуры, приезжают, наверное, или переобучение, или что-то еще. Вы поняли вас, да? Вы устали от скопления большого числа автомобилей. Понимаю. Игорь Александрович, пожалуйста, прокомментируйте. Итак, что касается Жукова, реческого... Улица Жукова. Там, во-первых, идет реконструкция, и я думаю, в ближайшем будущем улица Жукова будет полностью переформатирована, в честь того, что там, конечно же, вы знаете, эта дорога строится, расширенная именно от Жукова, и она будет связывать район фестивальный. Но, тем не менее, там, насколько я помню, дорожный знак, поворот налево, он работает, дорожный знак установлен с табличкой по времени, именно по времени. Ну, я для себя, как бы, это помечу, и, конечно же, мы письменно вас проинформируем, но, тем не менее, то, что касается вопросов совершения дорожно-транспортных происшествий на этом перекрестке, там совершались мелкие дорожно-транспортные происшествия. С пострадавшими там, конечно же, не было, но запретили левый поворот с учетом конфликтных ситуаций. Конфликтная ситуация, транспорт-пешеход или транспорт-транспорт. Сегодня, вот, с учетом того, что сказали улицу Жукова, есть проблемные вопросы и у нас по улице проспект Речицкий, там же рядом Брестская, там тоже конфликтная ситуация, транспорт-пешеход, транспорт-транспорт. И, хотя там светофорные объекты тоже установлены и регулируемые, да, ну, мы тоже обращаем внимание. Но, конечно же, проспект Речицкий и очень сильно нагружен транспортом, потому что притяжение нашего, будем говорить, такого торгового большого комплекса, это Мандарин-Плаза. И, ну, если раньше его не было, то нагрузка на проспект Речицкий и улицу Жукова, она не такая была. Небольшая, да? Будут ли какие-то преобразования в дорожном движении на этом участке? Да, конечно же, по проспекту Речицкому оно запланировано, там и подземный пешеходный переход, и уширение, только не от торгового кольца до, значит, Мандарин-Плаза, потому что там не позволяет, с учетом всех вопросов, касающихся, это и сети там подземные и тому подобное. Но, тем не менее, дальнейшее после Мандарин-Плаза уширение, оно в составе проекта именно третьей очереди по вводу торгового комплекса Мандарин-Плаза. Думаю, что на сегодняшний день только два введено, значит, по торговому комплексу. Ну, а касающийся 55-25, конечно же, я со своим коллегой переговорю, ну, так, в части, если вот радиослушатель и зритель сказал, что в последнее время, ну, я одно скажу. Да, действительно, проводились тренировки в войсковой части 55-25 внутренних войск, тренировались сотрудники органов внутренних дел и сотрудники госавтоинспекции. Я думаю, сейчас уже этих проблем нет, потому что они уехали буквально неделю назад в город Минск и там уже тренируются. Спасибо, Игорь Александрович. Сейчас предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе и посмотреть сюжет. Мы продолжим наш диалог и продолжим принимать ваши звонки через несколько минут. Оставайтесь с нами. Я скачу, но я скачу иначе, по камням, по лужам, по росе. Бег мой назван и находил, значит, по-другому, значит, не как все. Уже сколько десятилетий прошло, как Владимир Высоцкий написал эти строки, а ведь и сегодня как актуально. Хорошо, когда не как все касается действительно чего-то хорошего. Но когда это элементарное пренебрежение правилами дорожного движения, тут жди самого плохого. Статистика свидетельствует, среди основных причин аварий на дорогах нарушение правил обгона. Неоправданная спешка или надежда на знаменитая авось, а в остатке покалеченные судьбы и часто погибшие люди. Но даже если все обойдется, последствия для водителей могут быть не самыми приятными. Составляется протокол, водитель отправляется на комиссию на рассмотрение дела, где, согласно санкции статьи, предусмотрен штраф от 2 до 10 базовых величин с лишением или без до года. Как правило, учитывая, что эта тяжесть, последствия этого правонарушения большая, то выносится постановление о лишении водительского удостоверения. В период с 9 по 19 февраля только в Гомеле эти санкции применены более чем к 30 водителям. В этот период в регионе проводился комплекс мероприятий «Встречная полоса». Кажется, и правила дорожного вождения все учили, и практическое вождение в автошколах сдавали. Однако, учитывая реальное количество лихачей на наших дорогах, еще одно напоминание лишним явно не будет. Для того, чтобы совершить обгон, для этого водителям должны быть выполнены все условия для безопасного совершения. То есть, помимо тех условий, которые оговорены, правила дорожного движения, он еще должен сам оценивать адекватно возможность своего транспортного средства и свою возможность совершения безопасного маневра. Если он сомневается, не то, что не уверен, а сомневается в том, что маневр может быть совершен безопасно, лучше к нему не приступать. Еще одна категория, требующая повышенного внимания – водители в состоянии алкогольного опьянения. В трезвом состоянии поклянутся на самом святом, что пьяными за руль ни за что не сядут. Однако, приняв дозу, сразу находят десяток причин в свое оправдание. Убийцы за рулем – это о них. Некоторые находятся в таком состоянии, что даже не управляют автомобилем, просто держатся за руль и давят на газ. Кстати, в самом благоприятном случае, когда дело завершится простым задержанием, водитель на три года лишится прав на управление транспортным средством, да еще заплатит штраф в размере до 100 базовых величин. Факт управления в данном состоянии, многие водители оправдывают тем, что у них слаживаются какие-то семейные обстоятельства. Значит, ссоры где-то в семье, ссоры с подругой, на работе какие-то проблемы. Согласно действующего законодательства, согласно всех нормативно-правовых актов, нижний порог предела, с которым можно управлять, ну, не можно допустимо управлять транспортным средством, это 0,3 промилле, значит, миллиграмма алкоголя в крови. Значит, до 0,3 можно управлять транспортным, после, свыше 0,3 уже управлять транспортным средством, запрещено, что ведет к административной ответственности. Случались случаи, что попадались водители, употреблявшие алкоголь и употреблявшие транспортными средствами, И после проведения медицинского свидетельства у них выявлялось более 4 промилле в крови алкогольное содержание. То есть это уже люди, которые даже не ориентировались ни на месте, ни в пространстве, просто управляли транспортными средствами на каком-то, скажем так, автопилоте. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Игорь Макушенко. И в студии прямого эфира мы принимаем телефонный звонок от нашего зрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Алло. Мы вас хорошо слышим. Вы, пожалуйста, не прерывайтесь, не слушайте себя по телевизору, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Игорь Александрович, хотелось задать такой вопрос. Вы знаете, участок дороги, улица Тимофеенко, поворот с Советской на Тимофеенко. Здесь арка, 8-я, 30-я школа. Ежедневно наблюдаем такую картину. Практически нету пешеходной, не то что пешеходной, а дорожки пешеходной. Идет поток детей, поток утром. Машины, ну тут знаки стоят, значит, на столб световая опора, это значит. Но, вы понимаете, дети практически идут по проезжей части. Нельзя ли что-то сделать такое, ну, знак повесить, чтобы с этой арки не вылетали машины и прямо по Тимофеенко к юбилейной, ну, к улице юбилейной. Потому что утром, утром, ну поток, вот просто идет поток детей. Конечно, мы понимаем вас и полностью разделяем ваши тревоги. Игорь Александрович, неужели вот среди всех мероприятий, которые были направлены на обеспечение безопасности детей, где-то вы просмотрели вот эту злосчастную арку? Я хочу сказать, что по улице Тимофеенко, да, дети идут, но там есть пешеходная дорожка с правой стороны. Кроме этого, по улице Тимофеенко уложены спящие полицейские, так называемые, неровные искусственные неровности. Мы обратим внимание именно в час пика к утренней, где именно идут несовершеннолетние, но насколько возможно там вопросы организации дорожного движения, буквально, значит, завтра, ну завтра, нет, понедельник, скорее всего, что выйдут мои сотрудники, именно с 8 утра, когда именно дети идут, и посмотрим реальную картину и что необходимо там предпринять. Может быть, там необходимо малые искусственные или малые архитектуры какие-то поставить, либо заборчик поставить, отградить проезжую часть от пешеходной дорожки, но пешеходная дорожка там имеется, по улице Тимофеенко. Что касается вот 8 и 30 школы, то сотрудники государственной автомобильной инспекции, конечно, их не хватает на все школы. Например, если в городе Гомеле 76 школ, насколько я помню, то мы к каждой школе сотрудников госавтоинспекции не приблизим, но задача госавтоинспекции утреннее время работать вблизи школ. Пускай это будет 20 минут или 15 минут, но это час пик, когда дети непосредственно идут, и родители привозят в школу. Да, я согласен, что у нас в крупных районных центрах, в областном центре, не хватает парковочных мест возле школ, ну, так называемых гостевых парковок, потому что у нас родители уже, конечно же, всех своих детей привозят в школу на автомобилях. Есть эта проблема, касающаяся, но вопросы заезда уже на территорию школы, как это раньше было, там, 5-6 лет назад. Да, очень многие вопросы уже сняты абсолютно, но, пожалуйста, в полвосьмого, Игорь Александрович, потому что в 8 уже звонок звенит, уже мало вы кого застанете. В 7 утра мы проведем мониторинг этой ситуации, и, конечно же, мы, во-первых, письменно вас проинформируем, то, что какая ситуация в реальности, потому что я понимаю вашу боль, и, конечно же, не дай бог, после вашего звонка совершится дорожно-транспортное происшествие с участием нешеннолетних, но это будет на моей совести. Игорь Александрович, очередной вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, а что волнует вас? Здравствуйте, я бы хотел задать вопрос тут на Шевченко на вокзале. Водители паркуются прямо на остановке, то есть пройти там людям, инвалидам вообще, ну, никак. И ГАИ вроде там ездят, и машины вообще, ну, как стояли, так и стоят каждый день вечером. Спасибо большое. Ну, вот вопрос, который все более болезненный, да? Год от года все, что паркуется, паркуется. Что касается остановки и стоянки, транспортных стоянок, я просто приведу одну цифру. За 2016 год водители по Гомельской области за нарушение правил остановки и парковки было привлечено более 22 тысяч водителей. Было эвакуировано транспортных средств 6,5 тысяч на охраняемые стоянки. То есть работа со стороны сотрудников госавтоинспекции проводится огромная. Ну, конечно же, если мерами административного воздействия мы все равно не наведем порядок. Необходимо создавать условия такие, чтобы водитель не мог нарушить правила дорожного движения. А видите, как целезритель говорит, что инспекторы не обращают внимания. А если инспекторы не обращают внимания, значит, это можно делать всем. Я по улице Шевченко, мы, конечно же, примем к сведению эти вопросы. И сотрудники госавтоинспекции обратят внимание, кто же там паркуется. Может, там, если это автовокзал, то это, может, водители, которые оказывают услуги в части такси или маршрутной такси. Ну, надо бы разбираться. Таких проблем на улице Шевченко постоянно нарушают право дорожного движения. Ну, мы посмотрим. И, конечно же, примем меры, не только меры административного воздействия. Ну, сначала, конечно, проведем профилактику. Надо меры убеждения. А если уже не поймут, то, да, привлечем к административной ответственности. Поработаем около 10 дней, посмотрим на этот результат. Но, если кто-то не поймет, продолжим дальше работать на улице Шевченко. Спасибо за вопрос, между прочим. У нас уже около 5 минут остается до окончания программы. Поэтому, если у вас есть вопрос, который вас беспокоит и касается организации дорожного движения в регионе, пожалуйста, звоните. Игорь Александрович, что касается ситуации оперативной на дорогах области, это СМИ так хорошо работают, что любое ДТП тут же становится известным, резонансным? Или действительно у нас есть увеличение? Ну, мы, хочу привести результаты работы за 2016 год. Мы ставили в январе месяце, в начале 2016 года перед собой, перед сотрудниками всей области, что мы должны добиться смертности на дорогах меньше 100 человек. И мы это сделали. У нас на дорогах Гомельской области за последние 20 лет такого уровня смертности не было. У нас мы вышли на результат 96 человек. То бишь, да, это большая цифра, но, приведу пример, 5 лет назад это было 247 человек. То бишь, мы в полтора раза сократили совершение и дорожно-трассного происшествия, и погибших них. Но это благодаря не только сотрудникам госавтоинспекции, конечно же, это и средствам массоинформации, и общественности, и, конечно же, органам государственной власти, которые оказывают непосредственно выделение средств на организацию дорожного движения. Только в городе Гомеле, благодаря председателю городского исполнительного комитета Петру Алексеевичу Кириченко, были выделены средства и построено более тысячи парковочных мест в центре города. А это то, что и вот сегодня, что только что говорил наш телезритель, не нарушая права движения. Да, одна из наиболее часто звучащих тем обращения, кстати. Да, ну а на сегодняшний день, который будем так рассматривать дорожно-транспортную обстановку, 48 дорожно-транспортных происшествий, которых 16 человек погибло и 68 получили ранения. К сожалению, уровень аварийности у нас снизился, уровень пострадавших дорожно-транспортных также снизился, но увеличилось до 7 человек плюс уровень смертности. Это основная позиция работы и госавтоинспекции. Мы рассмотрели эти вопросы, касающиеся анализ провели совершения дорожно-транспортного происшествия каждого дорожно-транспорта, где у нас в Гомельском районе погибли сразу в одном дорожно-транспортном три водителя и два пассажира. Это в Реческом районе то же самое в одном дорожно-транспортном происшествии. Там установлены причем? Да. По-первых, конечно же, здесь установлено то, что водитель просто-напросто не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он не выбрал безопасную скорость движения при сложных метеорологических условиях. Тогда был снег, хотя вопросов к службам дорожно-коммунальным не было. Они свою работу сделали, но тем не менее водитель не выбрал ту безопасную скорость движения, которая необходима. И выехал, совершил лобовое столкновение. То же самое в Реческом районе. В Реческом районе причина совершения дорожно-транспортного происшествия водитель устанавливается нахождение его физического состояния при совершении дорожно-транспортного происшествия. Игорь Александрович, я так поняла из ваших слов, из сюжета. Лихачи, нетрезвые водители, ну и, наверное, в какой-то степени молодые водители. Люди, которые наиболее часто совершают роковые ошибки на дороге. Во всем мире это еще не совершеннолетние, но у нас тут, слава богу, картина другая. Наши дети с молодых ногтей, обученные как себя вести на дорогах. Ну хорошо, что так, да? Вот в этом действительно мы достигли очень большого успеха. Что касается остальных категорий, куда дальше будете двигаться? Мы видим, где можно поработать, активно поработать и сократить уровень и аварийности, и погибших, и раненых. В части того, что если мы будем работать усиленно с пешеходами, мы сократим уровень погибших в дорожно-транспортном происшествии. Кроме этого, с пассажирами-водителями, именно использование пассажирами ремней безопасности, не только на передних сидениях, но и на задних. Это тоже процент можно сократить по погибшим. И вот два направления, которые необходимо нам в этом году поработать над ними, и убеждениями, профилактикой, заставить просто-напросто водителей и пассажиров пристегиваться ремней безопасности. И мы этим сохраним жизнь и здоровье граждан наших. Спасибо большое, Игорь Александрович. К сожалению, время летит молниеносное, и на этом мы вынуждены завершить. Спасибо, Ольга. Это был диалог с начальником управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Игорем Макушенко. Берегите себя. До свидания.